всем привет сегодня расскажу про такое интересное мультимедиа с алиэкспресс товарищи китайцы нас как всегда выручают значит установлена она в автомобиле рено captur выпуск декабрь 17 года здесь стояла соответственно вот такая бандурина всем наверное известно вот в таком дополнительном корпусе сначала вот этот корпус был в него уже вставляется сама магнитола ну и вот родная рамка которая была в комплекте с этим мультимедиа когда заказываешь указываешь автомобиль они соответственно присылают рамку очередная посылка с алиэкспресс получил я ее пункте выдачи компании сдэк распакуем и посмотрим поролона рамка значит это для венок captur музыка музыка компьютер как хотите это называйте это коробочка это подарок камера заднего вида понятно что распечатаем вот собственно сама эта штука к фортеймент систем компания киес как правильно считается не знаю вот такая классная заводская упаковочка какой-то конверт что мы видим конвертия тряпочка наверно для протирки некая инструкция вот собственно это вот экран да вот вся эта штуковина вот так выглядит сейчас пока не включили конечно ничего не понять она вставляется вместо штатной магнитолы то вынимается и вставляется вот так куча проводов которая дана это для подключения так сейчас посмотрим что там в этой кузе так что-то за коробочка какой-то разъем ну то надо разбираться конечно по ходу так это что-то антенна и ну это разъемы переходники то всевозможные конечно это так сходу так gps антенна еще какие-то тоже а это вот внешне подключение и иди удлинители так так сказать их можно вывести в багажник и там подключаться но этот отвертка винтики так это камера заднего вида высокого разрешения как уверяют продавцы с sony матрицей ну собственно это продавцы они же производители очень хвалят очень неплохая компания работают постоянно над улучшением это не посредники какие-то да вот камера собственно где сама камера это проводок а вот камера вот она пакетики да вот так вот выглядит камера ну что ж надо разбираться подключать и будем смотреть дальше до инструкцию здесь бумажные подробные нету она у них онлайн идет потому что там очень много всего и конечно тут надо было целую там войны и мир положить ну что будем подключаться ну вот основные и коробочки сам само устройство задние камера ну ну и собственно рамка взамен штатный так а в конверте в этом у нас вот что значит это qr-код для скачивания инструкции для ознакомления с функциями продукта пожалуйста используйте мобильный телефон для скачивания qr-кода так дальше вот это если вы хотите получить оффлайн голосовое управление безлимитными сроками пользования посетите веб-сайт электронного руководства для получения подробной информации то есть можно также голосом управлять этой штукой так а это у нас схема как оказалось подключение вот она значит с одной стороны на английском языке с другой стороны на русском то есть все видите как четко грамотно тут организованного них будем смотреть дальше что еще какие сюрпризы ну давайте начнем сейчас такого с развлекательного скажем так поехали и смотрим на эту машинку видите она включилась в режим такой поездки все показывается скорость если мы сейчас включим габариты ведь и у нее включились как бы фары так надо ремень также при включении габаритов загораются вот эти кнопки подсветка которые меняют свой цвет но в настройках это можно все поменять оставить один цвет вот если я выключаю габариты все они тоже погас и у машинки все погасло что касается скорости здесь вот мы видим одну скорость на спидометре видно спидометре они отличаются потому что здесь реальная скорость под gps здесь есть gps датчик а эта скорость как мы знаем всегда немножко в большую сторону на всех машинах вот ускоряется соответственно здесь скорость увеличивается габариты включили но это так из развлекушек сейчас вернемся обратно и я покажу уже более детально начнем с установки значит демонтирована штатная здесь сама это магнитола крепится к рамке видно повыше там видно вот здесь вот эти провода идут штатная в комплекте это антенна подключения через усилитель и камбуз для чего это потом расскажу значит самое здесь такое как сказать неприятное что ли так при заказе на алиэкспресс они предупреждаются не на все автомобили подходят не везде можно установить в частности там про каптюры семнадцатого года говорится не знаю это относится или не относится вот видите пришлось вот на этой новой китайской рамке вот вырезать здесь здесь и с этой стороны также а на штатной рамке каптюровской вот здесь вот откусывать вот это усилитель это жесткости иначе она не вставала вот а то что вот здесь вырезал вырезалась это вот под вот эти клипсы и вот эти угли уголки иначе не защелкнуть но в остальном в принципе это без проблем ну а так она так же как и штатная рамка защелкивается кнопки работают все нормально все хорошо значит единственно вот это место где переключение потоков воздуха вот здесь видите выреза нету как на штатной рамке вот такой вот вырез существует здесь такого нет но сама рамка удалена от панели ну да он палец влезает и поэтому эта ручка проходит хотя в инструкции по установке сказано вырезать но я не стал и в общем-то и так все работает дальше давайте по работе магнитовой значит вот главный экран он может быть таким вот это как голосовая голосовое управление у меня подключено как слышит кодовое слово так сразу начинает работать да что касается голосовое управление сразу скажу значит это как бы бонус у них под этим видео будет ссылочка внизу можете по ссылочке пройти зайдете на сайт алиэкспресс если вы закажете магнитолу то у вас будет бонус подключение голосового управления бесплатно пожизненно там надо будет либо просто скриншот с алиэкспресс отправить по указанному адресу либо написать отзывы там где они укажут ну там будет вкладочка будет такой конвертик и в нем будет вкладочка что нужно сделать это ничего сложного это занимает там 15 минут вы отправляете в течение двух суток вам приходит обновление сюда и все вы обновляете у вас начинает работать значит эта модель называется ну по-русски как cc2 вообще cc2 l плюс значит почему l здесь нету сим-карты то есть интернет я здесь раздаю с телефона точку доступа вот видите значок вай-фая и я со своего телефона получаю здесь интернет ну не я не вижу смысла покупать сим-карты платить за саму сим-карту не столько я езжу в этой машине чтобы постоянный интернет так на улице мороз запускаем двигатель вот экран практически сразу загорелся посмотрим сколько сейчас на улице градусов минус 16 для подключения bluetooth нажимаю значок телефонной трубочкой поиск и здесь вот это колесико вот он обозначил сканирование все какие он видит находит так сейчас ну к нашей к моему телефону нужно подключен видите значок bluetooth горит вот а так в принципе вот он находит все ближайшие сигналы смартфоне заходите в bluetooth вот будет каркет называется нажимаете на стрелочку так тут где-то надо пароль вводить она у меня сейчас подключена когда не подключена вам откроет видите пароль по умолчанию заводской четыре нуля как вы понимаете без подключена bluetooth а телефон работать не будет так что мы здесь видим здесь мы можем набрать любой номер также можем набрать на звездочку здесь есть телефоны которые забиты номера телефонную книгу тут пожалуйста ли ставим вот если хотите сделать какой-то любимым вот просто звездочку нажимаете так же можете его убрать вот это значок отслеживает звонки входящие исходящие ну и тут сбросить удалить и так далее если по bluetooth у вас скачана записная книжка вот сюда в телефон то соответственно когда вам будет приходить звонок у вас будет высвечиваться у меня в чем только номер без имени высвечивается вот если честно имени высвечивается только номер отвечать также можете с подрулевого переключателя как обычно и громкая связь штатный микрофон отключается вот здесь вот есть вот микрофончик и в него говоришь ну вот за все пишут по-разному но я спрашивал собеседники говорят нормально слышно наверное в разных условиях будет пора вот этот значок это как раз и есть загрузить здесь весную книжку когда вы первый раз настраиваете чтобы подключить вай-фай видит пустая секция не подключена на своем смартфоне заходим в настройки . доступа вай-фай есть такой раздел у нас в настройках вот нажимаю включить как скажете вот здесь настройках предварительно вот видите все эти вай-фай нажимаем вот и здесь мы уже опять-таки находим наш пока x3 подключена но здесь все как обычно смартфоне вводите пароль и все вот видите подключилась на главную все теперь у меня тут есть интернет и bluetooth все работает так это радио соответственно можно можно вручную автопоиск вот так же можно здесь сохранить но допустим максимум я нажимаю все у меня теперь здесь максимум забита то есть все очень просто это переключение диапазонов так это так же поиск можно нажать автоматически это у нас что а стерео моно нет а местные станции до которые сильнее включается так это стерео моно это что это даже не знаю что если честно это колесико по центру это различные приложения вот например ассистент у меня вот сюда выведен для чего нужен нажимаем вот например разделение экрана нажимаем на эту звездочку но в данной ситуации он его не разделит он не во всех приложениях может сделать я дальше покажу ну здесь также вот включая все что нас интересует видео галерея фотографий калькулятор карты музыка навигатор ну вот все так же есть play market вы можете как обычно android загрузить любое приложение которое вам нравится потому что это в общем то есть android все так же как в телефоне это значок музыка вот она уже предустановленная здесь это значок вход в эквалайзер но дальнейшем расскажу про эквалайзер вот быстрый вход только с этого приложения ну здесь мы уже можем звуковое поле менять водитель пассажир ну и так далее также стрелочками для более как вам больше нравится вот собственно здесь уже настроены параметры так здесь ну в общем тут куча всего вот полосы отдельно 15 в общем здесь очень много всего это воспроизведение видео также вот здесь предустановленное есть если вы хотите посмотреть какое-то видео в комплекте есть USB удлинитель туда втекаете флешку и можете смотреть кино теперь заходим в настройки так ну Wi-Fi я уже показывал использование трафика мобильные сети точка доступа это вы можете раздать но в данной модели не получится у нас нет симки так устройство вот здесь много всего дисплей начнем дисплея яркость обои автоматическое включение экрана ну все как на смартфоне далее звук при касании экрана если мы включим то при любом касании видите будет пиканье так это loud подъем высоких низких частот так это у нас что а это что то про с кондиционером у нас нету так эквалайзер вот можно отсюда зайти с настроек так возвращаемся местоположение вот мы видим какие спутники на данный момент GPS и GLONASS много не много долгота широта ну в общем все данные автосинхронизация так дальше память смотрим сколько у нас осталось места заняты из 32 7 и 8 ну как также вот можно тут управлять удалением зачищать память все как в смартфоне в общем ничего тут нового приложения что у нас здесь а ну а также вот мы можем посмотреть все приложения какие у нас есть и управлять ими удалять обновлять общие настройки навигатор нажимаем что мы видим а выбираем каким навигатором мы будем пользоваться можем вот сейчас видно будет да можем выбрать хром play market установить какой карты youtube разные навигаторы какие нравятся так температура можем переключать цельсию фаренгейт и подсветка по габаритам я не знаю что такое звук навигации тоже не знаю а звук навигации да это когда у вас навигатор работает а настройка пропорция вот у меня в ноль можно сделать больше то есть тогда у вас когда навигатор говорит там поверните направо поверните налево у вас будет там если играет музыка заглушаться она не будет я ставлю в ноль музыка заглушается голос навигатора в приоритете наложение времени на экран так цвет кнопок это вот когда включаем габариты вот они переливаются разные можно выбрать сейчас авто можно какой-то определенный цвет если вам нравится громкость при запуске ничего не делали выключение любого звука когда включается задний ход ну просто чтобы не мешалось громкость задний ход даже не знаю что зеркальный задний ход но это камера отражает водитель слева водитель справа вы себе устанавливает так есть еще заводские настройки пароль 168 заходим 168 он у всех такой вот доп параметры в общем здесь тоже куча различных параметров вы можете поменять так вот есть вот такой логотип включения вот вы можете выбрать какой у вас автомобиль вот у меня текущий стоит рено изначально была надпись ТС ТС как правильно вот здесь много много да блин неудобно руль мешает вот видите тут много 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 разных вы можете свой выбрать так что он пакетный ну тут уже смотрите настройки экрана видео выход активация вот это активация 360 это если у вас камеры круговые стоят у меня нету так дальше в систему заходим дата и время специальные возможности ну все как тоже в смартфоне как в компьютере параметры заботчика об устройстве тут вот можно посмотреть данные версии android прошивка модуля и когда у вас будет в качестве бонуса вас попросят ввести идентификатор вот этот вот нижний надо будет вводить чтобы вам прислали прошивку голосовое управление то есть это мы просто заходим сейчас начну сначала вот настройки система нажимаем об устройстве вот самое последнее машинный идентификатор вам нужно будет отправиться теперь что касается управления эквалайзером значит вот допустим если вот в этом зашитом приложении как я уже показывал есть значок да мы сразу выходим на эквалайзер то вот например на главный экран вот если мы зайдем музыка bluetooth то что вы с телефона будете раздавать видите здесь нигде такого значка нет то есть вы сюда зайти можете в эквалайзер либо через общие настройки либо лучше заранее открыть эквалайзер и у вас будет вот в открытых страницах он вот здесь вот видите тогда вы можете зайти отсюда быстрого доступа здесь почему-то не предусмотрено также точно и в приемнике тоже нет никакого быстрого доступа в эквалайзер вот почему-то это и не предусмотрели разработчики изначально на главном экране предустановлен youtube навигатор bluetooth музыка bluetooth значит навигатор лучше сразу обновить когда подключите к интернету потому что иначе он ну не работает понятно нормально но грузится грузится без толку ну а так как обычно нажимаем навигатор немножко задумчиво так если вам куда-то нужно нажали как всегда на этот микрофончик ближайшее кафе хорошо ну и все в общем-то как обычно поехали можно голосом сказать поехали можно нажать поверните а затем поверните так что касается разделение экрана значит я всегда пользуюсь как я уже показывал вот этим помощником нажимаем разделение экрана вот видите он разделился здесь выбор приложений которые вы хотите на соседнем ну допустим вот радио включаем да и у вас тут будет радио здесь вы можете соответственно или с экрана управлять переключением вот либо подрулевым колесико крутите переключаете и навигатор работает в обычном режиме также можем изменить вид главного экрана значит нажимаем на приложение вот здесь здесь такой лаунчер вот видите сейчас у нас вот такое стоит можем поменять его вот на такое вот видите у нас будет здесь соответственно мы можем музыка приемник опять-таки сюда добавляем пока я сам даже не знаю как так что-то ага можем изменить сюда внести еще дату время нет ну тут я еще не разобрался я недавно пользуюсь но как-то это все меняется так что касается настройки Canbus это вот та коробочка у меня красная у вас может быть другая какая угодно так войти в настройки Canbus вот он открывает здесь у вас на коробочке будет написано как она называется этот Canbus адаптер марка авто модель ну и тут соответственно год и так далее то есть это вы все выбираете и он у вас автоматически настраивается и после этого у вас начинает работать подрулевой переключатель без этой настройки он у вас работать не будет и работает он в обычном штатном режиме как всегда что касается голосового управления заходим сюда приложение вот этот значок вот здесь все написано вот видите у меня активирован так управление тут меняем языки способ слово пробуждение то есть он не всегда начинает там дальше есть условия при которых он без привет TS он работать не будет так команда распознавания ну вот здесь образцы позвонить тому-то воспроизвести то-то поехали это надо все выучить все вот эти фразы команда пробуждения системный контроль включить выключить там bluetooth контроль ладно видите он меня услышал ну вот что ладно ладно а просто выключил ну ладно включим так контроль мультимедиа включить видео видите он включил видео выключить выключить главный экран ну вот таким образом он работает тайс войс такой команда настройка чувствительности голосовых команд не знаю не пробовал ну вот тут все больше меньше так понятно приложение для навигации по умолчанию яндекс музыкальное приложение по умолчанию youtube обратная связь переключение голоса женские тут можно детский мужской ну и так далее в общем тут масса масса настроек и главное что выучить команды так информация об оборудовании это такая техническая часть команда распознавания команда пробуждения про навигацию допустим видите тут в каждой еще много много вот видите что касается мультимедиа включить включить видео выключить видео включить радио вот он сейчас что то услышал что включить радио он услышал включает радио ну в общем это работает так же можно разделить экран вот нажав на вот эти три точечки вот он разделяется также тут выбираем что нас интересует эквалайзер не получится получится он правда не весь влезает видите если мы хотим убрать одно из приложений то мы тянем в сторону вот видите и получаем целиком то что мы хотим оставить не забыл вот здесь есть задняя камера можно смотреть она в комплекте идет но я еще к сожалению не поставил на улице холодно зима буду ждать до весны вот можно ее включать прямо на ходу смотреть правда непонятно зачем ну и соответственно при включении заднего хода она также показывает там с линиями линии конечно не поворачиваются вместе с рулем прямые но тем не менее они есть чтобы изучить все имеющиеся тут плюшки надо набраться терпения запастись временем и поизучать все все что тут повторюсь есть на все модели вы сам прибор он одинаковый меняется только рамка установочная вы можете заказать на любой автомобиль и даже старых годов выпуска и все это очень бюджетно кому интересно заходите открывайте ссылочку внизу под описанием и можете приобрести стоит кстати совсем недорого вот если взять captur которые вот идут уже в продажу с этим мультимедиа там на это мультимедиа накручено не знаю там что 200 тысяч когда вот за 12 тысяч просто сказка кому понравился ролик ставьте палец вверх всем пока